вот опять еще раз всем привет мы в лайдене сегодня 31 сегодня 31 марта 2015 года извините за рулем иногда бывают такие моменты что нужно все-таки повнимательнее к движению тогда я немножечко приостанавливаясь разговором но я думаю вы мне простите вот посмотрите очень старая церковь в лайндене это протестантская церковь различить можно наверху если есть какие-то изображения там петуха или чего-то еще вот посмотрите какая красота на газоне это анюта на глазки вот когда-то это было порохи этой церкви здесь жили церковные служители вот эти домики справа вообще лайден очень старый город не буду врать не знаю сколько ему лет но город старый прямо дорога ведет в центр но автомобильному транспорту запрещено туда ехать проезжает только автобус там находится и пешеходная улица рядышком с этой улицей все магазины рестораны театр концертный зал то есть вот мы немножечко объедем поедем в сторону лайнденского университета очень известного университета в принципе на весь мир в котором учился наш нынешний король он учился тоже в этом университете какие фонарики посмотрите вот круглая вот те которые красивая у меня в детстве была еще железная дорога еще по апулю такая большая железная дорога шикарная и вот там были такие фонарики мы сейчас будем в принципе эта дорога идет вдоль канала если приехать в лайнден и взять экскурсию по каналам вот как раз по этому каналу будет катер проезжать хочу вам показать немного лайнден что успеем что мы сможем посмотреть у меня не очень много времени там как раз какая-то лодочка с какой-то экскурсии справа впереди по каналу находится университет вот у них есть своя обсерватория вам виден купол такой башенки обсерватории там газон засажен тоже цветами я честно говоря сама уже давненечко здесь не была и посмотрите гиацинты фиолетовые а это желтенькое это все было были нарциссы туристы любят приезжать в лайнден погулять пешеходные прогулки по лайндену очень увлекательные кто любит конечно есть люди которым это неинтересно которым нужны аттракционы посмотрите какие деревья красота вот это там такие модерновые здания это новое так сказать здание университета вот с этой стороны тоже это все университет вот посмотрите какой интересный мост вот с другой стороны сейчас если вам будет видно вот велосипеды это местные транспорты конечно же это самый лучший транспорт студента что там автобус ну что то еще какая то пробка образовалась вообще такое достаточно опасное место это что студенты иногда бывают людьми непредсказуемыми хотя здесь зебра но иногда здесь случаются довольно таки часто различные инциденты может быть кто то не захотел пропустить велосипедиста на зебре потому что на зебре должен быть пешеход то есть должны в принципе вот как девушка там сошла с велосипеда и ведет его рядом с собой если же она будет на зебре на велосипеде проезжать то водители имеют право не останавливаться потому что зебры это только пешеходный переход что там такое ой 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 мы против течения так сказать поехали что-то случилось с автобусом сейчас его приехали оттягивать вот это все здание университета вот такие своеобразные мы пропустим даже велосипедистов ладно уж на той стороне посмотрите террасы вообще конечно водить здесь нужно очень осторожно хорошо внимательно следить за поведением велосипедистов велосипедисты здесь равноправные участники движения ой 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 дело близится к половине пятого мне нужно поторопиться все конечно это такой маршрут вот хотелось мне немножечко показать лайден времени немного но его никогда нет хотя старшему сыну у меня в принципе о мы попали на переезд должен пройти поезд ну вот как раз вы увидите какую-нибудь электричку проезжающую ну у меня старшему сыну двадцать семь лет в принципе я уже должна быть более-менее свободного времени но у меня есть дочь десяти лет вот и это же конечно вот да это просто электричка ой какая-то грязненькая такая но у нас эти дни ужасные ветер шторм дожди были поэтому это и не удивительно ну так вот моей дочери десять лет это еще здесь такой возраст что ну